В этом году акция «День добрых дел» совпала с общообластным субботником. В округе в общественных работах приняли участие около трёх тысяч человек. В образовательном центре номер один в Ивантеевке подготовили большой фронт работ. Несмотря на предостережение синоптиков и накрапывающий дождь, дети с радостью приняли участие в мероприятии. Детей у нас сегодня в школе порядка 600 человек. Это параллели пятых, восьмых классов и десятых классов, девятых классов, одиннадцатых классов. У нас участвуют в подготовке, они готовятся у нас уже к государственной итоговой аттестации. Поэтому было принято решение не привлекать данные параллели к нашему мероприятию. Школьники и учителя посадили кустарники, украсили школу к предстоящему Дню Победы, а когда погода окончательно испортилась, отправились плести маскировочные сети и наводить порядок в классах. Особое внимание ребята уделили музею школьной славы. Мы сегодня в рамках Дня добрых дел проводим уборку в школьном музее, готовим его к предстоящему мероприятию, к предстоящему празднику. У нас есть выпуск 41-го года, который ушел на войну. И, естественно, мы будем ребятам проводить экскурсии, рассказывать об этом, о наших героях. И для этого готовим наш музей. Подобные активности в центре проходят на регулярной основе, без привязки к определенным датам. Учащиеся помогают бездомным животным, кормят птиц, участвуют в субботниках и, главное, все делают по собственному желанию, без принуждения. Это долг, мне кажется, перед школой. Она столько многого дает. Мне кажется, надо тоже отклик давать, тем более, когда просят. Ну, я считаю, это правильно. Камила Клиновская, Олег Устинов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.